И вот 12 часов дня, у меня первый прием пищи, нормально себя чувствую, прекрасно. Я уже смотала сегодня на рынок за творогом, сегодня же суббота, я уже набегала сегодня. У меня сегодня тыквенная каша, досталась заморозки, отварила ее, сцедила воду, помяла, потом мультиварку, положила еще 2 столовые ложки пшена, замоченного с вечера кипятком, а потом проварила еще 2 столовые ложки, поэтому не нужно писать, что я кушаю зерно. 2 столовые ложки у меня на килограмм тыквы, и у меня этой тыквы хватит на 3 дня, на 3 раза. Ну все вкусно, кашка без сахара, конечно, варится. Масло в конце добавляю в тарелочку, вот здесь у меня кунжут сверху украсила, это мне не диетологи советовали, нет, это я сама придумываю, творог сама на тыкву выкладываю. И масло сливочное деревенское по центру, вот это моя еда. Вот это плотно, вот это сытно, вот это этим я наемся на 4,5 часа. Раньше, чем 16.30, я кушать не буду, сейчас ровно 12 часов. Вот это моя еда, я наедаюсь. Есть дополнение, и фасольевый паштет, и красная рыбка, все есть в доме, но я не хочу. Мне сегодня достаточно вот этой кашки, и я наемся. Хотя я уже намотала 6.200 и пробежечка после рынка, а утром в 7 часов я погнала на рынок, это полчаса от меня. То есть я не жду, знаете, как говорят, пидрыжачий камень вот на таче. Нужно подняться и побежать. Очень многие, 99% не хотят выходить из квартир моих знакомых. Вот если бы принести, неплохо, а сами не поедут. Мне это все известно. Поэтому, если кто-то говорит, тяжело с молочкой, найдите, найдите. Я знаю, человек похудел на 38 килограмм, молочки в этой стране такой, как у нас нету кефира и творога. И человек использовал молочный гриб, и делал сам кефир, и делал сам творог. То есть можно придумать что-то. Ну и вот, пожалуйста, это деревенский творог. Деревенский, хороший. Беру у Валюши молочницы. Вот, пожалуйста, сливочное масло. Деревенское. 300 грамм взяла себе. И вот здесь у меня молочко. Сейчас закипячу, до 40 градусов остынет, бактерия, и будет йогурт. И вот это моя еда. Ну, меня спасает то, что я молочная. Я очень молочная. Я по творожку, по молочку, по йогуртам. Я не по мясу. Ну, вот так. Так что следите за своими правильными тарелочками, чтобы они нас насыщали на очень долго. И самое главное, чтобы здесь не было сахара сладкого. Вот только будет здесь сладкое, сладенькое, даже тот же заменитель сахара, вы через 2 часа захотите кушать. Сахара нету, все, аппетита нету. Я спокойно продержусь 4,5 часа. Ну, все. Всем приятного аппетита. Кто со мной? Время. 5 часов вечера. Сажусь кушать. Еда. Еда стройнеющих. Людей, которые держат вес. Вот. Большая порция салата. У меня здесь немножко майонеза домашнего, немножко йогурта смешала. Пекиночка, лук зеленый, огурчик свежий, помидорчик. Есть у меня и перец красный, желтый здесь. Вот такая смокота, вкуснота. Перчик обычный, остренький соль, как обычно в салат. Можно с любым оливковым маслечком, с растительным маслечком. По желанию, по-вашему. Можно капусточку, квашеную, можно соленье. Но самое главное, чтобы была большая порция. Большая порция. И вот, пожалуйста, у меня тушеные желудочки. Куриные желудочки. Я их порезала, отварила. Первую водичку вон вылила. Вторая водичка у меня хорошая. Долго тушились, а где-то час целый, чтобы мягкие были. Посолила обязательно. Подвялила много лука полукольцами. Он утомился, его не видно вообще. Без моркови. Специи добавила, 10 овощей. Перец острый, черненький. С морозилки достала красный перчик, порезала для украшения. И обязательно для пикантности яблочко. Яблочко или айва может быть очень пикантно. Очень такая легкая кислиночка. Так что советую, украшайте свои желудочки, кто будет тушить. Самые банальные желудки будут самые небанальные. Очень вкусно, очень. Они тают во рту. Очень мягкие, девочки. Хорошая порция. Ну, конечно, без гарнира, без хлеба у меня. Я вообще сегодня даже не отрезала кусочек хлеба. У меня была тыквенная каша сегодня, сверху творог, кунжут. И вот желудочки. Ну, вот такая правильная у меня тарелочка. Так что следите за своими тарелочками. И по возможности раньше прекращайте кушать. Всем приятного аппетита. Кто со мной. Готовлю себе еду. Вчера у меня были желудочки. Не хочу я сегодня мяса. Не хочу рыбу. Хочу что-то более легкое. Решила сделать пиццу. У меня корж будет из цветной капусты. Очень вкусно. На канале у меня есть такая пицца. Ну, я напомню. Цветная капуста у меня заготовлена еще с лета. Она натертая, в пакетах и в заморозке. Цветная капуста трется на свекольную терку. Вот немножко, светлая. Рядом два яйца. Мне нужно все перемешать. Ну, у кого кумирберг, пожалуйста, это пицца по бергу. Я еще от себя добавила столовую ложку отрубей. Любых. У меня пшеничные. Вот сейчас я все перемешаю. Можно посолить. И в духовочку буду ставить выпекать. Но отруби должны немножко постоять. Минут 10 разойтись. Вот тогда будет тесто готовое. И в духовочку. У меня духовка включена на 200 градусов. Разогрета уже. Пергаментная бумажечка. Я обязательно смазываю всегда пергаментную бумажечку сливочным маслом. Растительной можно силиконовой кисточкой. Немножечко совсем. И вот это наше тесто. Немножко жидковато. Жидковато, но здесь два яйца. И мы делаем формочку. Форму, какая нам нравится. Вот круглая. Квадратная у кого-то. Неважно какая. Лишь бы было вкусно. Правильно? И вот. Вот так ложечкой поправляем. Вот это будет наш корж. Мне нравятся отруби здесь. Сытно получается. Отруби же разойдутся в желудочке у нас. Наполняется желудочек. Сытнее получается намного. Намного. Это же целлюлоза. Неперевариваемая клетчатка. Это очень полезно. И вот посмотрите. Вот такой корж. Тоненький. Вот сейчас. И оставлю в духовочку. Буквально пять минут. И вот корж. Уже румяненький такой. Красивый, плотненький. Хорошо отходит от пергамента. Вот. Просто прекрасно. Я немножко взяла свои аджики. У меня домашние. Помидоры, перец. Вот здесь аджичка у меня. Такая есть. Немножко смажем корж. Просто прелесть. Вот. Все очень быстро делается. Очень быстро. Пришли с работы. И в элементе можно это приготовить, сделать. Вот это нужно немножечко украсить. У меня здесь лук. И соленый огурчик отжать нужно. Ладошечка отжать. Будет как каперсы вкусно. Немножко лука. Огурчик. Я делала свою пиццу. На цельнозерновой муке. Тоже добавляла огурчик соленый. Обязательно попробуйте. Это очень пикантно будет. Очень. Хорошо сюда все это вкусно будет. Нам главной начинки много. Это еда. Так. Сейчас вот сюда немножко грибов. Вот так. Немножко это легко сказано. Хорошо. Прикрываем. Нам нужна начинка. Грибочки. Вот так. Побольше наоборот. Вот так. Вкуснятина. Вкуснятина. Дешево и сердито. Очень бюджетно. Грибы легкие. Их много идет. На вес. Пожалуйста. Вот. Посмотрите. Нашей пиццы не видно. Сверху помидор. У меня тоже бюджетно. У меня заморозочка, девочки. Вот. Разморозились мои помидорки. Колечки эти. Немножко водичку слила с них. И теперь раскладываем вот сюда. Вот. Помидорчики. Моцарелла обязательно будет. Позже немножко. У меня есть домашний майонез. Еще немножко осталось. Ну, хватит. На эту пиццу хватит. У меня есть. Сейчас я немножко. Потом я тоже сюда отправлю. Все. Вот эта пицца. Она сейчас идет в духовочку. За две минуты до готовности. Я все посыплю обильненько моцареллой. Ну, как положено. И немножко майонеза будет. Обязательно. А. Смотрите. Какая прелесть. Да. Вы посмотрите. Какая красивая, пышная, роскошная пицца. Сколько здесь начинки пороет. Пороет, пороет, пороет. Вот такая красавица. Сколько же здесь пользы. Одни овощи. Люди, здесь одни овощи. Пожалуйста. Ешьте. Ешьте с удовольствием. Вы посмотрите, какие у нас продукты. Разве мы можем быть голодные, девочки, а? Тот, кто не стройнеет, нам не поверит, что мы так с вами питаемся. Я никогда не считала вес. Никогда. У меня все на глаз. Вот половину этой пиццы я сейчас съем. А что здесь есть, а? Ну, съем я одно яйцо. Получается половина. И овощи. У меня нету гарниров, нету каши, нету макарон. Я сегодня съела, ну, 50 грамм ржаного хлеба. 50 грамм было. Два ломтика маленьких. Но я сегодня еще отбежала 6200. На холоде. Я активная. Я могу себе это позволить. Я активная. Порции у меня, мне маленькие, я наедаюся. Вечером позволю себе чай. Обязательно. Если захочу, конечно. Могу ложечку джема взять. Но это позволительно. Это советовал даже профессор Силуянов. Маргарита Королева советует. Если что-то вот так немножко срываетесь, взять немножко ложечку меда с чаем так рассосать. Но это вечером, девочки. Я позволяю себе. Я на этом никогда не растолстею. Я вот на таких моментах всегда обманывала мозг, вернее, и стройнела на этом. Поэтому это все нормально. Ну, вот это наша главная, основная еда. Конечно, пицца овощная. Вкусно? Вкусно. Полезно? Еще как полезно. Бомба-ракета, девочки. Еще одна, да? Всем приятного аппетита. Кто со мной? Готовьте и стройняйте. Всем добрый день. Всем доброго времени суток, мои уважаемые женщины, милые мои девочки. Всем физкульт-привет. Будем общаться. Будем общаться. У нас очень много интересных тем. Я сегодня получила классный коммент, вернее, вчера. Вчера. Я его зачитаю. Вот нами тема будет сегодня по комменту по этому. Я представлю себя. Кто меня видит в первый раз? Меня зовут Таня. Я живу в Украине, в Киеве. Я родилась в этом городе. В 56 лет. А это время моей менопаузы только. У меня климакс поздний. 57 лет. Я начала стройнеть. И постройнела на 44 килограмма. У меня сбалансированное питание. Я минимизировала углеводы. У меня нету перекусов. У меня нету зерновых. Хлеб употребляю только свой ржаной. Но я уже до этого дошла, выпекаю. И спорт у меня в системе каждый день. Каждый день у меня спорт. Только на улице. Потому что я запрограммировала себе. Жиры сжигаются только на чистом кислороде. У меня нету щитовидной железы. Я 15 лет принимаю гормон эутирокс. Нету левой доли. Ну, как бы, вроде бы, рассказала себе немножко, да. Ну, сейчас будем пить кофе. Наслаждаемся, девочки. Пьем кофе со сливками, с молочком. У меня сливочник. Сегодня у меня сливки. Немножко наливаю. Кофейную ложку. Молока тоже немножко. Мне не нравится сильно молочный кофе. Если бы мне даже 7 лет тому назад сказали, Таня, а ты будешь пить кофе со сливками и с молоком. Боже мой, мне жаль этого человека, если бы он такое произнес. Это невозможно было. Вот видите, дошла до такой кондиции. Пью кофе со сливками, с молочком и получаю просто наслаждение. Ну, мукбанг я не устраиваю. Это я вам только показала, что мы пьем с вами. Божественный напиток. Пьем с вами и чай, и кофе. Обязательно. Я не очень современная. Я не современная. Я не понимаю мукбанги. Ну, потому что я не современная. Вы знаете, даже вот племя Ацтекову и майя, у них считалось неприемлемо поглощать пищу на глазах у кого-то. Потому что это считалось дурным глазом. И это могло привести к негативным, к очень плохим последствиям. Да-да. Поэтому поглощение еды, это было так интимно как бы. Ну, в общем-то, так считалось у таких племен. Я считаю, правильно считалось. Пища, как и вода, вода, как и пища, имеет память. Вот фразе «Не ешь у завистливого, изблюешь явство его». Вот этой фразе пять тысяч лет. Пять тысяч лет. Какие у мы раньше были. Ну, все, девочки, общаемся. Сейчас переходим к нашей теме. Да? Давайте. Еще маленькая ремарочка. Мой рост метр семьдесят. Мой вес сейчас восемьдесят килограмм триста грамм. Размер ноги у меня советский сорок один, а если пишется Китай, сорок три. Размер головы шестидесятый. То есть я не мелкая. И я не серпинговая доска. Мне многие пишут, «Таня, зачем тебе набирать два кг?» Мне виднее. Я вижу себя в зеркало. У меня размер головы шестидесятый. Не пятьдесят седьмой. Мне виднее. Ну, вот так. Ну, и наш комментарий. Давайте я вам зачитаю комментарий. Послушайте. Хороший комментарий. Вот с истории Ютуба, сколько я на Ютубе. Вообще, сколько я вот с телефончиком лежу в кроватке и смотрю, читаю. Вот это первое, что я услышала диетолога, очень правильное. Я вам сейчас зачитаю этот комментарий. Значит, вот такой комментарий получила. Написала мне его под видео. «Сладости готовим впрок. Политика партии похудения». Видосик так называется. Написала мне Наталья Соколенко. 21 час тому назад. Какая вы молодец. Почему раньше на вас не попала. Заплатила диетологу. Внимание. Заплатила диетологу. И он также сказал не считать калории, а только гликемический индекс. И нашему организму нужны только белки и жиры. А углеводы идут в бока. От каш нужно отказаться и от банан. Браво диетологу. Умнейший диетолог. Первый раз я слышу слова умные от диетолога. Не считать калории. Вот я решила постройнеть, как мне пишут, Таня, не говори худеть. Но давайте постройнеть. Я решила постройнеть в один день. Вот в один день. Найдите видео «История моего похудения». И все. И вопрос отпадет. А сколько я себя настраивала в один день? Я пришла домой. Я даже не понимала подсчет калорий. Ну, потом я начала немножко читать, брать литературку, что-то в Ютубе. Ну, в Ютубе неинтересно. Ну, что это могла услышать? Подсчет калорий. Шесть-восемь раз питаться. Я смотрела вот «Худею по НТВ», «Худею на НТВ». Там такая красивая мелодия. Ну, так смотрела, как интересные сериальчики. Не мотивировало меня это. Меня изменила одна встреча. Вот самая случайная встреча, самая не случайная. Я услышала историю человека. Вот это меня и встряхнуло. Посмотрите видео «История моего похудения». И о калориях. Я сразу поняла. Какие калории? Да не буду ничего считать. Вот это взвешивать что-то, считать калории – это же психоз для меня. Я работающая. Я пахаль. Я утром ушла, вечером пришла. Какие калории? Мне нужно было конкретно. Вот что мне можно кушать, а что нельзя. Все. Все на глаз. Все на глаз. И я поняла, что нужно двигаться. Я начала слушать Николая Михайловича Амосова, что жизнь продлевается только активностью. Амосов каждый день взвешивался. Мне говорят, а зачем вы каждый день взвешиваетесь? Это психоз. У меня не психоз. Я настолько в себе уверена. Я становлюсь на весы и знаю, что у меня будет минус. И я хочу увидеть этот минус. И я его вижу. Мне в кайф взвешиваться. Амосов взвешивался при росте метр семьдесят, при весе пятьдесят четыре килограмма. Он так и говорил. Если у меня плюс один килограмм, я не ужинаю. Он следил за своим весом. Поэтому я равняюсь вот на такие умы. И о калориях сейчас давайте немножко. Вот нам постоянно рассказывают, что дело в поступлении калорий. И калории играют вот самую основную роль. Но все-таки не калории играют большую роль. Гормоны. Нами полностью руководят только гормоны. И наш вес, и, допустим, качество наших волос, и ногтиков, и косточек. Это все влияние наших гормонов. Наша жировая масса – это гормоны. Это не математика. У нас проходит такая химия в организме. Гормоны нами руководят. Все, я это поняла. Никаких калорий, гормоны. Слушаем дальше. Самый основной такой гормон, который влияет на нашу жировую массу, все знают этот гормон – это инсулин. Инсулин. И на каждый вид продукта он выделяется по-разному. Вот бывают две тарелки по калориям одинаковые. Тут 200 калорий и тут. В одной тарелке гречка и котлета. В другой тарелке салат и кусок мяса. Калории, допустим, одинаковые. Но у нас выделение инсулина на каждую пищу будет разное. Одни виды пищи стимулируют выделение этого инсулина, а другие нет. Каша, любая, это медленный углевод. По-любому через 2 часа превратится в глюкозу, в сахар. И овощи. Плюс комбинация. Каша и котлета – это плохая комбинация. На одну кашу не выделяется так инсулин, как на комбинацию каша и котлета. И я это начала читать и понимать. Так, кашки не кушать. Так, вместе не кушать кашу с котлетой. Если мясо и котлета, то с овощами, пожалуйста. Все. Теперь моя порция, я вам показываю постоянно. Овощи и мясо. Овощи и рыба. Я вообще ушла с каш. И прекрасно себя чувствую. Дальше. Вот все-таки главное не количество калорий, какие мы принимаем. Не количество. Мало или много. Самое главное – это какую гормональную бурю вызывает эта пища. И будет ли у нас гормональный дисбаланс. И наши гормоны повышаются от того, что у нас лежит на тарелке. И я это запомнила. Вот я всегда говорю, пожалуйста, смотрите внимательно, следите за своими правильными тарелками. Мы вот так должны с вами наедаться. У нас, самое главное, должны быть порции, которые насыщают нас на 4 часа. Чтобы не было мысли о перекусах. Ой, 11 часов, у меня перекус. Вы что, грудники? Ребята, какие перекусы? Вы вспомните раньше, нас дозваться не могли родители. Мы бегали полдня, приходили домой, нам родители что говорили? Положи яблоко, не бери там, не бери конфету, не бери печенье, сейчас мы будем кушать. У нас никаких перекусов не было. С собой ничего не брали, уходили. Я буду обедать в час дня, у меня обед. А сейчас так. Через 2 часа должен быть перекус. Что это такое вообще, а? Это же, я считаю, это психоз, просто постоянно думать о еде. Человек зациклен на еде. Мы с вами даже не бываем голодные. У нас аппетита нету. Мы просто едим, потому что нужно. Вот у меня вообще уже аппетита нету. Я так привыкла, я так вот, ага, нужно уже кушать, да. А такого жора нет у меня. Знаете как, ожиотажа к еде нету. Поэтому кушать по 5-6 раз, это не умно. Это 100% гормональный дисбаланс вводит. Постоянно выделение инсулина. Инсулинорезистентность. А это к чему ведет? К диабету второго типа. Зачем нажирать постоянно себе болячки? Как сказал Николай Михайлович Амосов, 90% заболеваний наедается. Ну вот так. Ну, самое главное, утро не начинать со сладкого. Никаких сладких фруктов. Нет, пишут сегодня. Но вот диетологи советуют, утро можно и сладкое, и сладкие фрукты. Да наед, давайте, накушайтесь. Ну, говорят, нельзя, некрасиво так говорить, накушайтесь. Пожалуйста, поешьте с утра. Сладенькое, поешьте. Так у вас же рот не закроется в течение дня. Целый день будете жевать, ходить сладкое. То есть, гормональный дисбаланс, инсулин дает прыжок, и у вас постоянный аппетит. Инсулин – это гормон аппетита. Инсулин – это жирозапасающий гормон. Я себе вот сюда запрограммировала это. Поэтому я стараюсь кушать пищу, чтобы не было такого скачка инсулина. Пища, понятно, выделяется на любой продукт. Но одно дело есть печенье с чаем, а другое дело – я съем кусочек сыра или орех с кофе. Есть разница? Вот. Поэтому главное – не подсчет калорий. Главное – гормональный дисбаланс. Гормоны нами руководят. Не калории, не математика. И вот это я для себя лично уяснила. А вы фильтруйте, думайте. Пожалуйста. Едим два яйца в день. Так. Нет. У меня подсчет калорий. Два много. Я буду одно яйцо два раза в неделю. Это много. Урезаем калории, урезаем калории. Метаболизм падает. Так. Навистый прыг. Так. Что-то я не худею. Нужно урезать калории опять. Урезаем калории. Наш организм просто нищает. Не хватает микро- и макронутриентов. Мы стали хуже выглядеть, чем были полные. Силы нету. Дряхлые. Похудели. Конечно, похудели. А на чем хорошо выглядеть? Как можно быть здоровым, если постоянно урезаешь микро- и макронутриенты? Организм у нас же работает не на подсчете калорий. Организм работает на химии. Организм не дружит с числами. Молекулы жира идут на стройку сосудов. На стройку наших гормонов. А мы все время урезаем, урезаем. А потом бац, организм срывается. Начинает орать, кричать. Я кушать хочу. Что ты меня не кормишь нормально? И потом у человека жор. Он еще больше набирает. Сколько таких блогеров на ютубе, посмотрите. Которые сидели на калориях. Они срываются потом. Потом смотрите. Полнеет, полнеет. Потом разожралось. Набрало вот столько веса. Много же так людей. Срывается организм. Он не выдерживает такого подсчета калорий. Это никому не нужно. У нас каждый день должны обновляться миллионы клеток. И вот эти калории должны идти на стройку наших клеток. На починку. На стройку новых клеток. Нам постоянно нужно употреблять здоровые калории. Правильные белки, жиры. И немножко углеводов, конечно. Чтобы наше тело развивалось, нам наоборот нужно добавить хорошие питательные вещества. Мы должны с вами делать нашу еду здоровой. Не урезать нужно калории. А добавлять пилки, жиры, минералы, правильные витамины. Не режьте вместе с калориями. Нужно повысить ценность этих калорий. Вот это правильно. Повысить ценность калорий нужно. Нам многие диетологи говорят еще о плохих калориях и хороших. Ну а зачем плохие считать? Их нужно просто убрать. Не употреблять плохие калории. А хорошие калории это мясо, это наше тело. Мы же с вами все-таки не флора, мы фауна. Нам нужны хорошие крепкие калории, чтобы была сила бегать по 6 километров. Зачем нам считать калории плохие? Знаете, гепард все-таки сильнее цветочка. Мы же с вами фауна. Ну, вот так. Поэтому не нужно урезать калории. Нужно следить за ценностью. За микро и макро нутриентами. Вот это самое главное для нас. Хорошая здоровая пища. Хорошая тарелка полноценной сбалансированной еды. И самое главное. Следите за своими правильными тарелочками, милые мои женщины. Ну, вот так. Немножко с вами пообщались. Милые мои женщины. Если кто-то взял что-то полезное из моего видео, не забудьте поднять пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. И нам с вами будет, милые мои женщины, очень не скучно. Любите себя. Ведь мы с вами себе и доктора, и премьер-министры. До встречи. Любите себя.